МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если это на самом деле, узнавали наши корреспонденты. В разгар зимы без крыши над головой. В Хасавюрте, в поселке Юбилейный, сгорел двухэтажный дом, в котором проживало три семьи. Один человек погиб, и один пострадал в ДТП рядом с аэропортом Махачкалы. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Дагестана, водитель Бентли, двигаясь небезопасной скоростью, не справился с управлением и влетел в опорный столб навеса АЗС. Водитель погиб на месте, а пассажир госпитализирован. В селе Октябрьское Хасавюртовского района с опережением графика завершили капремонт школы. Корпуса образовательного учреждения напоминали ветхие деревянные бараки. Объект был возведен в 60-х годах прошлого столетия и признан аварийным. По словам местных жителей, обновление школы они добивались более 10 лет. Накануне учебное заведение торжественно открыли после реконструкции. Напомним, что в июне прошлого года глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение профильным министерствам в кратчайшие сроки привести здание в надлежащее состояние. Отметим, что в стенах образовательного учреждения получают знания более 400 учащихся. За прошедший год реальная зарплата дагестанцев выросла почти на 5%. Такие данные приводит Республиканская служба государственной статистики. При этом номинальная зарплата в регионе сейчас составляет более 37 тысяч рублей, что почти на 3 тысячи больше, чем в 2022 году. Моя коллега Тамара Самедова решила выйти на улицы Махачкалы и узнать у горожан, соответствует ли официальная статистика реальному положению дела. В школе ничего не повысилось, все подорожало, а зарплаты прежними на прежнем уровне остались. Наши субъектики, которые повесили заплату, а еще обещают правительству, что еще будут и муниципальными службами, чтобы они поднялись. А так в данный момент не знают точно информацию, что будет дальше. Но обещают. Я работаю на частном предприятии, поэтому пока что нам еще не повысили зарплату. Надеемся, что повысят. Она вроде бы поднялась, но в свете последних событий особо не чувствуется. Она поднялась. Если так прям сильно смотреть, она поднялась. Да, я не ощутила никаких изменений по зарплате, например. Замечал, но я не могу сказать, что прям существенно, но есть. И к другим темам. Сказочное представление и сладкие подарки для детей-медработников. Членов профсоюза провели театрализованное представление в Махачкале. Акцию организовал Дагпровздрав. На сцене русского театра показали постановку «Щелкунчик». Посмотреть живую сказку пришли более тысячи детей с родителями. Подробнее в сюжете моих коллег. Новогодняя акция в дни зимних каникул проходит с 2018 года. По инициативе председателя региональной организации профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаевой. Проект за это время стал важной социально значимой миссией для всего медицинского сообщества. Билеты на спектакль и подарки риском готовить заранее. В этом году юным зрителям предоставлена возможность стать свидетелем доброй классики. История о заколдованном юноше, которого спасла сила любви, девочки, искренне верящей в чудо. Ты полюбила меня в образе страшной куклы. И чары развеялись. Представление всегда вызывает у маленьких дагестанцев неподдельный интерес. Даже те, кто приходит на профсоюзную елку впервые, остается под впечатлением. Мне понравился Дед Моросик, сигурочка и щелкунчик. А щелкунчик почему понравился? Потому что он красиво танцевал. Зрителям понравились не только яркие наряды, декорации, музыка и танцы. Они нашли скрытый смысл в сказке. Мне понравилось, что где щелкунчик, натинцы, принцы. А когда добро зло побеждается, получается, что добро лучше зла. Родители также окунулись в сказочную атмосферу. Спектакль стал развлечением не только для детей. Это была возможность для старшего поколения немного отвлечься и зарядиться хорошим настроением. Было очень интересно, понравилось. Спасибо за такое интересное представление. А ваше девушке вообще внимательно смотрела? Да, с интересом смотрела и понравилось тоже. Благодаря новогодней акции за 7 лет атмосферу праздника и волшебства смогли прочувствовать дети из разных городов и районов, а также родители, которые работают в сфере здравоохранения, в том числе семьи участников специальной военной операции. Тамара Семедова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. В Касаверте, в поселке Юбилейное, сгорел двухэтажный дом, в котором проживало три семьи. К счастью, спасатели успели вовремя всех эвакуировать. Никто не пострадал. Однако 13 человек остались без крыши над головой в разгар зимы. Благотворительный фонд «Инсан» немедленно отреагировал и посетил место пожара. Объявлен сбор средств в размере чуть больше 1 миллиона рублей. Огонь уничтожил значительную часть дома и имущества. Требуется срочное восстановление. Оказать помощь может каждый желающий через мобильное приложение фонда «Инсан». Самое главное – живы, здоровы, все. Это самое главное. И дети, и все. Без увечья, а это все будем помогать. Сейчас что-нибудь есть у вас такое, срочное, что вам надо? Одежда, может, продукты. Да, вот что срочное надо, вы скажите, мы вот прям сегодня, завтра это все предоставим, а дальше уже сбор сделаем потихоньку, что надо для вас уже. Продукты, одежда, одеяло, подушку. Вы уже определили, да? Да, я и говорю, что она завтра пришла с детьми, со всеми. В первую очередь о детях позаботимся, конечно. И в завершении выпуска о спорте. Футболист Магомир Шапи Сулейманов помог своему клубу выиграть в очередном матче чемпионата Греции. Полузащитник Ариса поразил ворота команды «Паок» в матче 17-го тура Суперлиги. Сулейманов открыл счет на старте второго тайма и его команде сопутствовал итоговый успех 2-1. Воспитанник Дагестанской школы футбола забивает уже во втором матче к ряду. А земляк-однофамилец Хавбека Ариса Тимур Сулейманов, выступающий в составе московского локомотива, тем временем провел мастер-класс в Дербенте. Встреча с юными футболистами прошла на стадионе на рынке «Ала». Игрок молодежной сборной России поделился опытом с воспитанниками детско-юношеской спортшколы и ответил на интересующие ребята вопросы. Очень приятно, что свои ребята из Дагестана равняются мне. Когда-то я был такой же, как и они. Ребята молодцы, они работают над собой, тренируются очень много. Я каждое утро сюда прихожу, тренируюсь и вижу, как ребята выходят, тоже начинают футбол играть, бить по уротам. Ну, стараются выкладываться по полной. Юным мальчишкам посоветовал бы побольше трудиться над собой, побольше выходить, тренироваться, дисциплину поддерживать, слушать тренера. Это очень важно, потому что без этого никуда дальше не пойдешь. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.